Всем привет, с вами Галактики. Мы продолжаем играть в Ark Survival Evolved. И Слава пошел на день рождения, как вы слышали об этом, в наши разговоры в прошлой серии. Вот, и я остался приручать этого Раптора 80 уровня. И все было бы хорошо, если бы не вот тот вот Рекс. 8 уровня, в принципе, немного, не густо, да, но он может пойти сюда. И я даже не знаю, справимся мы с ним или не справимся. Наша Хлорабелла, 1220 здоровья, она 61 левела. Просто может случиться так, что Рекс будет бить и меня, и ее, и я могу умереть быстрее, чем Хлорочка наша. Поэтому я даже не знаю. Но в любом случае, я начал серию эту записывать. Мы эту серию так, посвятим этому Раптору. Я попробую его приручить все-таки, да, и может быть, если все пойдет хорошо, если мы справимся с Рексом, если он пойдет сюда, да, то мы, короче, будем... Побегаем немного, пофармим мяско Раптором. Ну, в общем, я и вернусь к вам, если вот это чудовище подойдет к нам. И мы посмотрим, что будет. Собственно, как вы видите, Раптор еще будет довольно долго приручаться. Я уже ягодами его кормлю. Не знаю, это как-то влияет на эффективность или нет, но кормлю уже ягодами. Что-то наркоту мне жалко стало тратить, когда у нас целая гора ягод есть. В принципе, какие у нас варианты есть, если вдруг Рекс начнет на нас нападет, я даже не знаю, стоит ли мне, может, даже слезть, например, и пытаться... А, кстати, лук отремонтировать я могу. У меня 14 есть простых стрел. Так, погоди, починить. А, вот, вот, пишет. Дерево немного надо всего-навсего. Это можно организовать на самом деле. Дерево у нас целая куча. Давайте чиним лук. Я тут костры жгу ночью, чтобы светлее было немного. В целом, если вдруг Тираннозавр на нас нападет, я могу хлорочку просто поставить на... Как там, защиту нашей... Ну, короче, на... Нейтральную, да? Вот так вот, на атаковать нашу цель. Вот как-то так. Она будет нас защищать при случае чего. Короче, посмотрим. Тут пока холодно. Буду греться факелом. Рекс все ближе и ближе. Вот его тень так хорошо вырисовывается. Если бы это был не хардкорный сервер, если бы я не потерял все мои навыки и умения, да, я бы пошел бы... Ну, если бы умер, да, я бы пошел бы этого Рекса, попробовал бы на прочность. Без проблем. Но сейчас на хардкорном сервере играем. Мне как-то не особо хочется пока что. Я еще что-то не готов. Еще столько всего могу сделать полезного, прежде чем умирать. Ну, будем надеяться. Там, в принципе, хорошо, что никаких животных здесь нет. Может быть, он будет там круги наматывать и сюда не пойдет. Если бы здесь по дороге были какие-то звери, то, ну, динозаврики или динозавры, или динозаврища, то Рекс бы сюда добрался бы довольно быстро. Смотрите, все ближе и ближе. Опасно. Бросать не хочу Раптора, вообще не хочу. Ну, и тоже слишком провоцировать Рекса без надобности тоже не стану. Пойду, наверное, еще одного Аргентависа убью. Сейчас посветлело. Ну, блин, почему он уходит назад? Не уходи. А, там еще один. Так. Наверное, не попаду в него из лука. Мало ли. Я хотел все равно эту стрелу израсходовать и новой перетащить. Так, тут пока тихо. Терекс куда-то ушел. Что меня, конечно, не может не радовать. Не видно совершенно, куда стрела полетела. Но, по-моему, туда, куда надо. Я не посмотрел, правда, какого он уровня. Но, раз, да, весь в крови, значит, коготь сразу в хлорке пошел. Еще мяско возьмем. О, слушайте, такой хороший. Хороший, да. Аргентавис получился. Практически целый стак мяса. Сочненький. Так, приручилось, наконец-то, это чудо. 88 уровня. Давайте посмотрим на его характеристики. 800 здоровья так и было. Вес, по-моему, чуток увеличился, да, было, по-моему, 140. И, по-моему, урон в ближнем бою немного поднялся. Остальные параметры я даже не смотрел, если честно. Так, ну, теперь надо возвращаться домой. Потопали домой. Пока его зовут Раптор, я сейчас как дома буду, посмотрю, как его можно назвать, какие вы предложения оставляли. Вот, и если что-нибудь наберу интересное, ну, найду в смысле интересное, да, то мы пойдем охотиться. Так, я, в общем, домой пришел. Давайте мы попробуем, может быть, включить им блуждание. Готово к спариванию. И, может быть, вот это тоже. Да, вот этому другу. Включим блуждание. Может быть, они... О, смотрите. Сердечки появились. Так, а куда вы так разбежались в разные стороны? Или вы уже? Непонятно. Иди сюда. Че-то вы-то как-то плохо тут спариваетесь, слушайте, я смотрю. Иди ты тоже сюда. Так. Ну. У них блуждание отключается, что ли? Отключить исследование. Слушайте, куда кто-то побежал? Вернись, тут же самочка твоя. Что ты бегаешь, как дурак? Не знаешь, что делать? Тебя учить надо, что ли? А ну-ка. Или они уже? Давайте я траву все-таки отключу сейчас. Ой. Так. Кто свистит? Это не я свищу. Слава нету, кто свистит. Я не понял. Ну-ка, сейчас с высоты посмотрим, может. Вон подруга. Это та, которая была в одной из прошлых серий, тут в гости заходила. Давайте мы на нее тоже сейчас посмотрим еще разок. Стой, 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 стой. Потому что подумала, что я стрелять собрался. Да я просто посмотреть, Джина. Стоп, стоп, стоп. Что там? Красный хвост был. Вот она постоянно тут крутится что-то. Следит за нами по-любому. Ну, давай, 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 давай. Сейчас. Ну да, вот это она. И Слава ее видел, получается. С какого уровня? Стоп, стоп, стоп. 22-го она. 38-го трайк у нее. Окей. Ну, в любом случае у нас тут опасно. Так, там кто? Кто там, кто там, кто там? Карнотаврик побежал за ней, по-моему, да? Как мне показалось. Такой полосатенький, красивый. О, смотрите, вот они. Снова, может быть, да? Ну что, вы поняли, нашли друг друга? Блин, может их надо... В какой-то клетке закрыть, в отдельной? Я что-то не понимаю пока. Как много им времени надо на это дело. Это что, это какашка? За какашками вашими бегать мне не хочется. Ладно, пока трайка буду разбирать. Там посмотрим. В общем, если с рапторами что-то непонятное происходит, они просто бегают друг от друга, то вот додошечки наши просто, просто горы уже яиц несут нам. Вообще просто жесть. Друг на друга уже складываются. Вот. Короче, с женскими именами определенно проблема. Это мой второй персонаж. Не пугайтесь. Я тут просто... Пока у нас перестановочка. Мы фундамент тут сделали. Каменный крышу. И тут что-то поломалось у нас. Ну, короче, что-то я мискликнул немного. Что-то проблема с женскими именами у людей, которые предлагают. Все предлагают в основном мужские. Но я понимаю, потому что основная аудитория как бы мужского пола наших зрителей. Но не обделяйте девушек. Давайте тоже как-то имена женские придумывать. Так, стоп. Я что, не выучил арбалет? Это как вообще? Погодите. Я же вроде учил арбалет. Седло для скорпиона выучил. Арбалет не выучил. Я хотел сейчас просто арбалетиком обзавестись. Так. А, он в этом же же крафтится. На верстаке. Все правильно. Так, хорошо. Давайте пойдем посмотрим, что на него нужно. Это не верстак. Так, вот верстак. Металл я взял. Кожа здесь есть. Стрелковая. Арбалет. Волокно из 7 этого, да? В принципе, довольно дешевый крафт. Не знаю, как он будет быстро ломаться. Но арбалетик я возьму. И славику один сделаю. Так. Окей. Стрелковая. Два штучки давайте нам. Это уже будет интересно. И лук этот можно будет уже выкинуть. Стрелу из него, наверное, никак мы не вытянем, да? Но это не принципиально. Вот. И стрелы, наверное, сейчас транквилизатор обмажу по возможности. Посмотрим, сколько у нас сейчас его есть. Эти 5 кусочков металла. Да и кожу, наверное, эту. Ладно. Пусть лежит. Кожу мы нафармим сейчас. Как я говорил, мы сейчас пойдем фармить. На рапторе будем смотреть, как он по силе. Кого он может сейчас убить. Кого не может убить. Так. Давайте арбалетик сюда пока выложим. Стрелы. Я не знаю, сколько у меня там этого. Транквилизатора. И остался он вообще. Или нет. Или эти вот там сколько лежат. 5 штук. Это все, может быть. Так. У него только семена остались. Но он вроде бы... Стой. 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 О. Ой-ой-ой. Короче, стоять. Промазал я, видимо, да? Но все равно они разбегаются друг от друга. Я, короче, не знаю, что с ними надо сделать. Во-первых, мы его апаем. Давайте мы... Я же тебе сказал вроде бы стоять. Нет? А. Ну, правильно. Я ему сказал стоять. А нужно, наоборот, сказать следовать. Так. Апаем ему здоровье, наверное. Ну, слушайте. Сороковничек, да? Так сразу подвалил. Неплохо. Вот это мы забираем. И как раз можем сделать довольно много стрел. И, наверное, пачку мяса... Даже, наверное, не одну, а две пачки мяса передадим вот этому другу. Который тоже следует за мной. Отключим тебе блуждание пока что. Может быть, потом загон какой-то сделаем, да? Чтобы они как-то больше под этим бафом были. Потому что я реально разницы никакой не вижу. И седло снимаем. Тебе мяско два стака даем. Не знаю, зачем тебе столько. Ну, ладно. Пусть будет. Пусть портится потихонечку. Пригодится. Так. Пошли, короче. Тусовщики. Блин. Так. Эээ... Всем стоять. Тебе седло оденем. Сейчас. И, в принципе, пока что все. Этот путь стоит. Значит, стрелы. Стрелы, стрелы, стрелы. Можно... Арбалет, да, стреляет обычными стрелами. Все нормально. Слава тут отдыхает. Стрелы, стрелы, стрелы. Я крафчу стрелы. Так я их просто крафчу, да? Сколько? 11 штук могу еще сделать. Да, этого мне хватит. Как раз... Все в транквилизатор. Да. Как раз вот. 20 штучек. Будет то, что нам надо. Да. Я не договорил. У нас проблемы с предложениями по женским именам. Пишите, пожалуйста. Больше женских имен. И... Этого... Раптора мы назовем Чапи. И... Было такое предложение. И вовсе, я надеюсь, что это не в честь робота Чапи, про которого кино сняли недавно. Я надеюсь, что это в честь собачьего корма. И еще в моей одногруппнице собаку так звали, девочку тоже. Так что я думаю, нормально. Вот. Ну и ждем рассвета и пойдем бушевать. Так. Я, в принципе, уже... Начинаю охоту. Мой любимый пляж. Оно как тут... Гигантопитек... Хипстер. Я-то куда такой на этом? На Рапторе. Лысый. Гигантопитек, значит, ходит. Давайте мы посмотрим, какого он уровня. С 44-го. Я даже не знаю. С них, в принципе, неплохой опыт идет. Приручать его, наверное, смысла нет. Хотя хочется на самом деле. Беленький такой, красивый. Блин. Я сейчас быстренько посмотрю, сколько по времени займет приручение и сколько ягод нужно. 4 часа его приручать ягодами. Это 4 часа ходить вот так вот за ним. И это, конечно, жестко. Я не готов сейчас 4 часа сидеть просто тут на жопе рядом с ним. Там его просто, если не кормить долго, мне кажется, то спадет прогресс. Приручение. Ну, мы посмотрим. Мы сегодня, может, еще приручить сможем какую-нибудь маленькую мелочь. Давайте сейчас на ящерицу. На ящерицу, на черепаху. Нападем, потестим, как на прочность наш Раптор. Наша Чаппи. Ну, урон практически не получает от какого 28 уровня черепашка. Куда ты убегаешь, маленькая? Не убегай. Ну, конечно, бить долго приходится, что ни говори. Мясо одно уже сожрал. Сожрал от Чаппи. Все, устала. Бедолага. Сейчас. Секундочку отдохнем. Мясо как... А, разворачивается. Ну, долг, конечно. Урон довольно слабый. Надо искать каких-нибудь кабанчиков, наверное. Да помирай ты уже. Ну, черепахи, конечно, тоже. Они довольно бронированные. Но копьем я на самом деле без проблем черепаху убивал. Так, сразу ее съедаем. Я не знаю, может быть, было больше мяса, если бы разделывал я киркой. Но такое. Так, трайк какого-то левела? 92-го. Ой, я что-то не хочу. Что-то не хочется мне. Ну, мы, в принципе, можем сейчас отхватить разик. Да, давайте попробуем. По лицу. Как урон? Ну, не чувствуется на самом деле, опять же, да? Но ей наш урон тоже не чувствуется, походу. Мы можем еще по тактике так как-то... Пару царапин осталось, да, у нее и все. Вот уже урон начал ощущаться в общей сложности. А ей, по-моему, ну так как-то не особо больно. Ладно. Мы тогда просто уходим от нее. Пойдем на что-то более мясистое, что ли, посмотрим. И я еще хочу приручить... Ну, во-первых, додошечку было бы интересно приручить. Какого-нибудь сотого левела. 20 минут займет. Мужика. Именно мужика. Чтобы проверить, как идет там процесс спаривания. Идет ли он вообще там. И как вообще, да, новые... Ну, потомство как будет развиваться. Так. Давайте, может, еще одну черепашку сейчас сожрем. 36-го. Да, буду бить ее долго. Вы прикалываетесь? Эта штука за мной бежит до сих пор. Зато подача такая. И левел ап сразу, да? Что мы возьмем себе? Тихо, тихо. Мы застряли. Улетай, улетай, улетай. Боже мой. Игра, перестань лагать. Вот эту вот штуку я приручить тоже хотел. 24-го левела. Так. Трайк за мной не бежит уже вроде. Ну, пишут, что около 13 минут займет процесс приручения. Я думаю, что мы можем попробовать походить за ним. Ну, 13 минут 15, да, наверное, где-то. Окей, давайте попробуем. Ягод у меня много. В целом. Угу. Ну, в принципе, да. Короче, его фишка в том, что он будет давать якобы бонус к опыту. Ну, какой-то, короче, баф вроде как, да? Посмотрим. Ну, интересно посмотреть будет. Поэтому я за ним похожу. Вот так вот буду просто ходить. Ждать, пока он проголодается. Он голодает не так часто. Сейчас там вроде написано. Каждые 20 секунд в среднем. В среднем. В среднем. Ну, короче, пока нажму на паузу, наверное. Потом его домой приведем. Потом еще пойдем пожрем. Раптором, кстати, давайте посмотрим. Я мясо, по-моему, сколько? 10 штук у меня было. Все сожрал. Вы считаете нового ничего. Ну, сколько, по-моему? 7? Чуть-чуть осталось. Короче, надо, наверное, выносливость его качать. 30. 40 выносливости, да? Сразу. Ну, вроде не так плохо. Еще интересно, как быстро будет спадать вот этот вот процесс приручения. Так. Чапи. За мной. Можно пойти. Дила какого-нибудь убить было бы, но не хочется. Здрасте. Не хочется потом. Потеряю просто этого листозаврика нашего и как-то. Ой-ой-ой. Лучше я, да, послежу. Покормлю хорошенечко. Вот это посмотрю, как он выкакивает ягоды, которые я ему скармливаю. Ох, как же это скучно. На самом деле, способ приручения через наркоту мне как-то больше нравится. Но, насколько я понимаю, на таких животных он не работает, да? Таких только можно приручать только вот таким способом. Наверное. Я не знаю. Может, можно и через наркоту. Ну, короче, этого уже приручим так. Ну, я вообще посмотрел, что есть еще, например, редкий цветок, который можно найти где-то. Не знаю где, я не смотрел где. И если скармливать редкий цветок вместо ягод, то 20-го левела листозаврика можно приручить за 2,5 минуты, а не за 13. Точно так же и с гигантопитеком. Если вместо ягод ему давать корм специальный, сделанный, правда, из яиц удавов, тех, которых мы вот видели, да, в прошлой серии на болоте там такие, вот, то, в принципе, можно с 4 часов до часу сократить процесс приручения. Но это нужно час все равно ходить и скармливать достаточно большое количество вот этих вот, ну, специального корма. То есть нужно сначала приручить змей, потом набрать, насобирать яиц этих от змей. Вот, короче, есть чем заниматься на самом деле. Ну, или просто 4 часа ягодами укармливать и надеяться, и молиться всем. Богам, старым и новым. Как говорится, да, что никто не придет и просто не сожрет банально и вас, и этого гигантопитека за эти 4 часа. Тем более он ходит, его застроить вряд ли получится так просто. Какими-нибудь, да, там, этими. Разве что накачать его, да, транквилизатором, потом построить вокруг него стенку, заборчики какие-то, деревянные такие даже лучше, они просто соломенные. И дверь открыть какую-то, сделать или даже, может, не дверь, ну, как-то, не знаю. Вот. И просто заходить к нему там каждые 20-30 секунд, сколько там, как часто надо, не знаю, в гигантопитек я не смотрел, как часто его кормить надо. Ну, вот здесь вот каждые 20 секунд. Но, опять же, там нужно так кормить, чтобы он не согрелся. Я не знаю, если он согрится, процесс приручения совсем спадает и заново надо. Или же просто, ну, или же просто онагрится. Короче, много вопросов, много пока вопросов. Ну, игра, конечно, очень сильно обновилась за этот год, много всего нового добавилось. Ну, пока приручаем. Ох, уже потемнело. Нельзя такими вещами заниматься, когда спать хочется, когда не выспался. А последние несколько дней я совсем не высыпаюсь. Так, очень верный питомец после приручения, очень быстро учится и сам получает быстрее опыт, чем другие животные. Дополнительно добавляет соседним существам вдохновение, как-то так. Так, делая, позволяя им получать опыт, собственно, тоже быстрее. Вот. Отличное дополнение для этого, для племени. Так, я сейчас не могу выйти нормально посмотреть имена, которые вы предлагали. О, вот, собственно, его вот так вот получает, даёт, точнее, баф. Ну, это ёлки-палки. Собственно, теперь... Раптор наш немножко быстрее будет опыт получать. Ну, это нужно активировать и... Так, посмотреть имя, изменить. Короче, надо везти домой. Я понял. Ладно. А он медленно ходит, наверное, да, как совсем ползает еле-еле. Ох-ох-ох. Тут ещё додошки были где-то. Хочу на них посмотреть. Может, самца ещё на виду. Может, новые какие-то появились. Вот там вот бегают. Так, пока я дошёл до дома, пока довёл эту маленькую медленную заразу... Ночь прошла, потому что я что-то пошёл не в ту сторону. И заблудился немного. И, собственно, лапнул сам... Раптор. Так, давайте посмотрим, сколько скорости ему будет прибавляться. 3%. Ну, не густо, конечно, не густо. Надо бы и урон ему прокачать. Да всё, ему надо качать, конечно. И выносливость, да и здоровье тоже я бы поднял бы с удовольствием. Так. Баф спал. А ну-ка, маленькая зараза. Так, дистанция следовать... Нет, не следовать. Ты стоишь. А, это дистанция просто. Ну, типа ни за кем не следует, да? Окей. Тогда мы его активируем. Гладим, типа, его. И он такой довольный. Даёт всем теперь баф. Трайку не досталось. Давай, мы тебя ближе подвинем. Во. И теперь у всех баф. Все теперь будут немного быстрее опыт получать. Ну, пассивно, да, то, что они получают. Это, конечно, не супер-мега круто, но дополнительная прибавочка. Каждые пять минут можно активировать, насколько я понимаю. И эффект пять минут примерно длится. Короче, пора кормить чапи. В воде, значит, был только что этот... Как он называется? Опять забыл. Паразавр. Которого я успел закушать так сочненько. Но на меня напало огромное количество пираний. Которых мы тоже, кстати, потихонечку... Куда пошла? Ну, кстати, да? Эть, эть, эть. Чуть-чуть. Поближе бы. Опа, поплыли, 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 поплыли. Сейчас сожрут. Уплываем, 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 уплываем. Куда мы плывем? Мы не туда плывем. В берег, в берег. Вот берег. Фух. Ну, в принципе, немного урона наносит, да? Свора пираний. Плавать плохо мы умеем. Неудобно, короче. Я просто выплываю. Я бы пофармил бы мяско рыбьего. Рыбьим мяском, наверное, раптор тоже с удовольствием бы питался, я думаю, да? Две сырых рыбы. Не густо. Ладно. Тут камни, кстати, отреспаунились. Можно было бы их покопать. Но не сейчас. Вот, например, паразавр. Застрявший. Какого-то левела. Несчастье. 32-го. Я думаю, мы его быстренько сейчас убьем. Погонять его, конечно, придется, наверное. А, он здесь. Да, он молодец. Все правильно делаешь. Подыгрывает нам, поддается. Так, хорошо. О, удалена сырая рыба. Он скушал сырую рыбку наш раптор. Чаппи не стесняется сырой рыбки. Отлично. Так. Кто тут у нас с Дила? В общем, я иду и просто все убивать. 96-го уровня Дила. Чудовище. Но мы тоже-то они хухры-мухры тут, да? Как-никак. Сейчас, правда, у нас энергия закончится. О, мы успели. До того, как энергия закончила. А вон, кстати, еще один раптор. За этим гоняется, да? Сейчас мы попробуем что-нибудь сейчас придумать. Может, его тоже убьем. Раптору против раптора как-то не очень классно воевать. Неудобно просто. За счет специфики их бега. Так, где... Можно приближать или удалять? Нет. Раптор 36-го уровня. Маленький, в принципе. Но я плыть не хочу точно туда. Совсем нет желания. Ну и за раптором за этим тоже бегать как-то не хочется. Но можно было бы. Я отбиться как бы запросто смог бы. Так, еще одно сырое мясо удалено. Трайк четвертого. Берем. Берем. Не важно, что он нас отбрасывает. Она еще и застряла, бедненькая. Так, давай без лагов, ну. О-о-о. Я надеюсь, сейчас тело твое не улетит. О, хорошо. Хоть стрела в камнях. Отлично. Ну, с них не так много мяса идет, конечно. О, сейчас лут соберем. Он есть? Я что-то не вижу. А, еще он аж только-только спускается. У-у-у. Как он правильно называется, я не помню. Но по-нашему просто крокодил. Пойду я, наверное. Сарка, что-то там, какой-то. Не хочу что-то давать ему укусить Раптора. Может, посмотрим сейчас, какой он левел. 48. Не хочу. Лут перволевельный. Тоже, наверное, ждать не буду. Пойду дальше. Там мясо, правда, может быть. Подловил паразавра 104 уровня. Интересно, сколько опыта дадут за его убийство. Я даже не обратил внимания, если честно. Я думал, дольше его буду бить. Довольно быстро загрыз его. И вообще хочу сейчас найти этого. Здесь уже открыто. Пойдем проверим на всякий случай. Пин-код. Ну ладно. Найти трилобита. Дать попробовать Чапи трилобитовый корм. Подножный корм. Так. О, вот. Хорошо. Давайте попробуем. 40 уровня трилобит. Жалко, что мы его отталкиваем. Я, правда, не знаю. По-моему, урон не надо. А, все, убили его. Трилобит. Он не приручается, естественно. Короче, ничего не понятно. Много текста. Давайте мы его лучше сожрем. Да, 5 хитина с него получается. Вполне неплохо. Ясен пень, что тут как бы рандом небольшой есть. Но сейчас посмотрим, еще поищем. Со второго 6 хитина пришло. Не то, чтобы нам хитин сейчас очень надо. Но, в принципе, это как уже более, да. Такой приятный вариант фарма хитина для всяких разных нужд. Ну, понятно, что это такой довольно слабый и начальный этап. Но нам пока хватит. Опа! А с них еще и жемчуг падает. Как вы только что могли видеть. А ну-ка, давайте. Тут было где-то их много. Вот тут на мелководье, смотрите, 2 штуки. Третьего я только что убил. Я думаю, еще можно найти здесь, если постараться. Все они убегают в противоположную сторону от меня. Но хорошо, что не в воду. Так, не в воду говорю. Да, смотрите, жемчуг. Еще мы получили жемчуг с них. Прикольно, слушайте. Сразу 3 в 1. И мясо, и жемчуг, и хитин. Просто красота. Ну и опыт еще тоже как бы. 13 хитина. Нормально. Итого я пятерых убил. 32 хитина получил. Живем, слушайте. А еще и нефть с него только что выпала. Вот это вообще праздник. Слушайте, вообще самые полезные зверюганы. Красота какая. Ох, смотрите, сколько их. Жалко, что у меня нет какой-то супер-мега уяда. Жалко, что я не тираннозавр, да? Как-то так, наверное, было бы правильнее выразиться. Было бы круто просто взять и всех сожрать. Сейчас посмотрим, что мы получим. Они, наверное, сейчас все разбегаться будут, да? Увидя, что их со... 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 Как назвать? Сородича убивают. Так, тихонечко там. Хитин и мясо. Все, пока. Ну, короче, убил я всех их. Мне выпало еще с одного 4 нефти. И еще с двух там по одной, по две жемчужинки. Все. Все остальное просто хитин. Итого у нас 82 хитина уже. Десяток жемчуга и 8 нефти. Я не знаю, зачем нам понадобится нефть. Я не помню, если честно. Но она понадобится в любом случае. Мы сейчас из нефти можем делать уже жаркое. В холодильнике. Посмотрим. Для этого, наверное, надо будет отдельный холодильник сделать. И я не знаю, сколько там нефти расходуется. Надо будет, короче, почитать. Вот. Ну, а жемчуги я вообще не представляю, зачем нужно будет. Пойду пока дропчик соберу. Че-то мертвое тело нашел. В том дропе ничего не было. Пустое тело, только с рубашкой. Обобрали. И, видимо, уже... Пьелки-палки. Мелочь какая-то. Пузатая ко мне прибежала. О, две кожи даже с него выпало. Я в шоке. Обычно просто ничего не падает. Так, 16-й. А ты какого? С сотого. Ага, слушайте, неплохо. Может, просто глючила кирка как-то, и не получалось нормально полутать. Тут вот новый дропчик. Где-то спускается. Надо будет его забрать. До синего, до того не добегу. А этот, я думаю, заберу все же. Так. И здесь еще можно было бы поискать... Этих поросят. Фиомий. Или как они там правильно называются. И их покушать. Потому что я набрал только 4 стака мяса. А это как-то маловато, на самом деле. Маловато. Надо больше мяса. Так, вот уже дропчик спустился. Давайте мы его подберем. Что у нас тут? О, еще одна подзорная труба. Обалдеть. Славику будет. Лук я брать не буду. Парашюты тоже не хочу. Кожу обязательно. Наркоту обязательно. Блин, я даже дерево бы взял. Но не поместится. Да. Луки тоже брать не буду. Короче, все. Это надо все просто повыбрасывать. Сотня дерева. Сотня дерева. Может он повезет меня все-таки с сотней дерева домой. Камень выкину пока что. О, я даже двигаться не могу с этой сотней дерева. Так, допустим, это я выброшу. Что у меня еще место занимает? Арбалет десятку весит. Стрелы. Наркота. Камни. Ладно. Не видать нам сотки дерева. А вот и медведь. Крупным планом, можно сказать. Так, какого ты уровня? Двенадцатый, да? Но если что, мы сможем от него убежать. Давайте попробуем. Все-таки мне интересно. Он, по-моему, первый на меня не сагрился, да? Если не ошибаюсь. Как он отбивает, да? Эй, ты куда? Как он сквозь меня прошел? Смотрите, да? Нормально так хп отнял. А, все. Шкуры. Немного мяса. Что в итоге, да? Три шкурки. Кожа. Короче, ничего особенного. Окей. В принципе, на этом я думаю, что серию пока что закончу. Свинок я не нашел. Давайте устроим праздник всем. Пусть все поднимают уровни. Кстати, вот Славик Раптор ловелапнулся. Эти некоторые ловелапнулись. Этот почти незаметно, что опыт к нему дополнительный какой-то пришел. Вот. В принципе, мы сегодня и приручили небольшого такого баффера. Плюс посмотрели на трилобитов. Нашли неплохое место, где можно дешево и сердито, скажем так, добывать нефть. Плюс Славику еще и подзорную трубу взяли. Так что, довольно хорошая продуктивная серия у нас получилась. И пока что на этом я закончу. Сегодняшний остаток дня я, наверное, посвящу уже сбору камня. И, короче, буду заниматься строительством. Какими-то более полезными вещами. Более нужными на данный момент. Нужно укрепляться. Враги не спят. Какая-то подруга на трайке здесь уже ходит вокруг нас. Смотрит, где чем можно поживиться. Вот. Ну, хорошо. Пока что. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok